Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня наша речь пойдет о известном поэте Константине Бальмонте. Константин Дмитриевич Бальмонт – знаменитый русский поэт, символист, классик литературы Серебряного века. Знаменит также своими переводами со многих языков. Автор множества поэтических сборников, статей и очерков. Родился 15 июня 1867 года в семьле Гумнищи Владимирской губернии, где жил до 10 лет. Отец Бальмонта работал судьей, а затем главой в земском праве. У любовь к литературе и музыке будущему поэту привела мать. Семья перебралась в город Шуя, когда старшие дети пошли в школу. В 1876 году Константин Бальмонт обучался в Шуйской гимназии, но скоро обучение ему надоело, и он все больше внимания стал уделять чтению. После исключения из гимназии за революционное настроение Бальмонт перевелся в город Владимир, где учился до 1886 года. В этом же году поступает в университет в город Москва на юридическое отделение. Учеба там длилась недолго. Через год его исключили за участие в студенческих беспорядках. Свои первые стихи поэт написал, будучи десятилетним мальчиком, но мать раскритиковала его начинание. И Константин больше не предпринимал попытки что-либо писать последующие шесть лет. Впервые стихи поэта были напечатаны в 1885 году в журнале «Живописное обозрение» в Петербурге. В конце 1880-х годов Бальмонт занимался переводческой деятельностью. В 1890 году из-за бедственного финансового положения и неудачного первого брака Бальмонт пытался покончить жизнь самоубийством. Самоубийством выбросился из окна, но остался жив. Получив серьезные травмы, он год пролежал в постели. Этот год в биографии Константина Бальмонта сложно назвать удачным, но стоит отметить, что он оказался продуктивным в творческом плане. Дебютный сборник стихов 1890 года поэта не вызвал интереса у общественности и поэт уничтожил весь тираж. Наибольший расцвет творчества Бальмонта приходится на 1890-е годы. Он много читает, изучает стихи и путешествует. Бальмонт часто занимался переводами. В 1894 году переводит историю скандинавской литературы Горна. С 1895 по 1897 переводит историю итальянской литературы Гаспарин. Бальмонт издал сборник «Под северным небом». Начал печатать свои произведения в издательстве «Скорпион», в журнале «Весы». Вскоре появляются новые книги «Весбрежности», «Тишина». Женившись во второй раз, в 1896 году Бальмонт уезжает в Европу. Несколько лет он путешествует. В 1897 году в Англии читает лекции о русской поэзии. Четвертый по счету сборник поэзии Бальмонта «Будем как солнце» вышел в 1903 году. Сборник стал особенно популярным и принес автору большой успех. В начале 1905 года Константин Дмитриевич снова уезжает из России. Он путешествует по Мексике, затем едет в Калифорнию. Бальмонт принимал активное участие в революции 1905-1907 годов. В основном произнося речи перед студентами и строя баррикады. Боясь быть арестованным, поэт уезжает в Париж в 1906 году. Побывав в Грузии в 1914 году, перевел на русский язык поэму Шатару Ставели «Витязь в текровой шкуре», а также много других. В 1915 году, возвратившись в Москву, Бальмонт ездит по стране с лекциями. В 1920 году из-за плохого самочувствия третьей жены и дочери уехал с ними во Францию. Больше в Россию он не возвращался. В Париже Бальмонт публикует еще шесть сборников своих стихов, а в 1923 году автобиографические книги «Под новым серпом» и «Воздушный путь». Поэт тосковал по России и не раз жалел, что уезжал. Эти чувства отражались в его поэзии того времени. Жизнь на чужбине становилась все тяжелее. Здоровье поэта ухудшилось, были проблемы с деньгами. У Бальмонта было обнаружено серьезное психическое заболевание. Живя в бедности в поместье, в предместе Парижа, он больше не писал, а лишь изредка читал старые книги. 23 декабря 1942 года в Нуазиле-Гран, недалеко от Парижа, в приюте «Русский дом» Бальмонт умер от воспаления легких. Спасибо за внимание. До новых встреч.